Ну что, друзья, вот сегодня третий день, как у меня начался проект, минус 7 за месяц, то есть за месяц я скидываю 7 килограмм, то есть у меня сейчас идет период сушки, но это не та сушка, которой занимаются культуристы, она такая, просто грамотный подход такой, без всяких экстримов, зажиманий, там, ужиманий, просто я чуть-чуть меняю свой режим. Вот сегодня третий день. Начинал я с 82 килограмм. Задача моя похудеть до 75, то есть убрать, в принципе, 7 килограмм лишнего веса. Не знаю, сколько из этого потеряется мышц, но я планирую мышц потерять как можно меньше, больше должно уйти воды и жира. Отчитаюсь за прошедшие три дня. Три дня назад я записал первое видео по этому поводу, когда обозначил свою инициативу, что я вот этим начинаю заниматься. И в тот день у меня сразу же была кардиотренировка, потому что я записал это видео как раз именно по ходу на кардиотренировку. Ну вот. И, собственно говоря, это была пробежка в районе 6 километров, и в этот же день у меня еще была силовая подготовка. То есть сплит у меня такой идет, я не буду каждый раз отчитываться по поводу того, какую группу мышц я прорабатываю, может и когда-нибудь упомяну про это, но в основном у меня так оно построено. За один день я прорабатываю одну большую мышечную группу, а прорабатываются они у меня, ну порядок разный может быть, но суть такая. То есть отдельно плечи, отдельно руки, грудь, значит отдельно спина, отдельно ноги. И одна целевая тренировка у меня выделяется в пресс, хотя пресс я прорабатываю практически на каждой тренировке все равно. Каждый день у меня есть кардио нагрузка. Кардио нагрузка это 5-10 километров бега, может быть это велосипед, там километров 20-25, что-нибудь одно. Может быть и плавание, но плавание я очень редко подключаю, то есть практически я бы сказал, что никогда. Хотя возможность для этого есть, там посещать в клубе, в бассейн. Вот. Значит по поводу питания. Как я вообще планирую построить свое питание в эти дни? Ну вот в первый день ничего особенного я не делал, то есть я себя ни в чем не зажимал. Я продолжил все как есть, единственное я участил количество приемов пищи. Если я сократил количество приемов пищи вот за последние месяца, наверное 2, до 4-5, то есть у меня шла тема такого, даже до 3 иногда, больше масса набора, вот, то теперь у меня их будет не менее 5, а так 6 или 7. Вот. Сама концепция же принятия питания будет следующая. То есть я постараюсь максимально разделить вообще все. Не то, что не сочетать между собой прием жиров и углеводов, что категорически делать вообще нельзя при той задаче, которую я себе поставил, категорически нельзя. Я вообще попытаюсь разделить все отдельно. То есть отдельно принимать белки, отдельно жиры, отдельно принимать углеводы. И порции. Порции буду минимизировать. В основном весь акцент будет делаться вот на этом, потому что в плане физических тренировок вряд ли у меня стратегически что-то поменяется. Может я просто сокращу количество силовой подготовки в том плане в работе на силу. То есть у меня больше тренировки будут, скажем так, объемного характера силовые. То есть когда там будет на 20-25 где-то повторений, разные виды упражнений. Не на 10-15, а на 20-25, а может быть даже на 30. И будет увеличено количество объемов и сокращен интервал отдыха между подходами. Вот. Значит, также некоторые силовые тренировки я буду заменять тренировками в виде кроссфита. То есть с целевым больше, с нажимом на интересующую меня группу, которую я бы прорабатывал бы в этот день в силовом режиме. Но я заменю ее на круговую тренировку в стиле кроссфита. То есть там вообще будет объемная тренировка такая цикловая, круговая. То есть интервальный метод. Особенно это касается тренировки ног. Там будет огромное количество прыжков, выпрыгиваний, запрыгиваний на тумбу и все такое прочее. То есть за место работы на тренажерах и со штангой. То есть это будет интервальный бег, спринт и так далее. То же самое касается и рук, и спины, вообще всего. То есть если это спина, то там большое количество подтягиваний будет, различных тяг, рывков и так далее. Какой, значит, у меня есть эффект уже на третий день? Вот сегодня утро третьего дня я только что потренировался, у меня тренировка была силовая, работал я грудь. Значит, эффект следующий. С 82 килограмм я за 2 дня сразу ушло у меня 2. Но я тут иллюзий себе не питаю никаких, ушла в основном вода, потому что я немножко сократил количество углеводов за 2 дня. То есть, и у меня лишняя водичка сошла вся. Ну, не вся, конечно, там еще есть, наверное. Я так полагаю, что при весе 82 килограмма у меня воды лишней, наверное, в организме было килограмма 3, а может и 4, которые можно вообще легко расстаться было. Ну, конечно, постепенно, разумеется. Поэтому никаких гиуретиков, ничего, это в принципе не нужно вообще ни в коем случае. То есть, углеводы сокращаем чуть-чуть. Да, что касается простых углеводов. Оставлю ли я их? Оставлю, безусловно. Простые углеводы я буду принимать где-то между приемами пищи, чтобы не менее получаса 40 минут было между приемами пищи. Можно съесть какую-нибудь конфетку там и все. Но лучше это делать, конечно, либо в углеводном окне после тренировки. С утра можно делать тоже после тренировки, потому что тренировку стараться надо делать натощак, если это кардио тренировка. Если силовая, то перед силовой тренировкой лучше покушать за час, а может и за полтора, чтобы для тренировки хватало, скажем так, энергии, если это силовая. Если это уже кардио или даже кроссфит, то в принципе вот те, кто не гнушается спортпитом, можно просто во время тренировки или перед тренировкой БЦА. Вот так вот. А после тренировки протеин прям сразу же. Это кто это делает. Кто не делает, тот и не делает. То есть, интенсивность тренинга за нехваткой энергетики может упасть. Поэтому, если у вас все-таки там очень мощный кроссфит, сам силовой составляющий или силовая тренировка, лучше все-таки с утра что-то покушать. Не советую быстрых углеводов. Прямо непосредственно перед тренировкой можно съесть углеводы медленные. Ну что ж, вот минус 2. Сейчас очень сильно замедлится процесс однозначно. Сейчас уйдет лишняя вода. Да, как я ожидаю, где-то на весе в 78 килограмм у меня произойдет некий такой ступор, на котором я буду висеть достаточно долго, теряя в неделю, там не знаю, грамм по 500, по 600, может там побольше. Вот таким вот образом. Моя задача такая, чтобы не заставить себя страдать и мучиться от нехватки нутуглеводов. Я вряд ли снижу содержание нутуглеводов меньше, чем полтора или два, или даже два с половиной грамма на килограмм массы тела. Я рассказывал уже, как я планирую. Я планирую делать буч, но это не строгий буч, когда у меня в безуглеводные дни, так называемые, в самых кавычках, безуглеводные, я буду без углеводов сидеть. Нет, то есть, надуглеводные дни, надобычные, у меня будет два-два с половиной грамма углеводов на килограмм массы тела, а может даже доходить и до трех. А те, которые безуглеводные, это полтора-два грамма на килограмм массы тела. Вот и все. Просто опять же, в те дни, когда у меня будут и безуглеводные, ну безуглеводные, так называемые, я еще и не буду принимать углеводы простые. Вот и все. То есть, не будет ни шоколадки там, ни варенья никакого не будет, ни даже конфитюров каких-то. Только лишь макароны, овсянка, крупы и так далее. Ну вот, давайте я дальше буду делать отчеты. Может быть завтра, послезавтра постараюсь каждый день, так что посещайте мои ресурсы. С вами был я, Михаил Шилов. До встречи.